По весу сложно сказать? Ну, грамм 800, наверное, будет. К удивленным взглядам гостей в этой агроусадьбе уже привыкли. За окном минус 10, а в оранжереи созрел экзотический урожай. Апельсины, вандарины, лимоны. Скоро придет очередь бананов и инжира. Около одного часа езды от Витебска. И вот он, отдых под пальмами. Тропический климат создан на площади 12 соток. Всего здесь произрастает более 50 видов растений. Первых туристов приняли 7 лет назад. А в прошлом году здесь отдохнуло уже 800 человек. После новогодних праздников в агроусадьбе затишье. Но здесь знают, это временно. В книге записей благодарности от туристов из Великобритании, Германии и Китая. Кроме экзотических фруктов, которые обязательно дегустируют гости, хозяева подмечают все новинки в туристической сфере. И обязательно применяют. Качество отдыха складывается из мелочей. У нас появилась детская площадка. В последнее время песочница, качели для детей, горка появилась. То есть, ну вот эти все мелочи, они появляются. И все больше и больше туристам нравятся шезлонги, чтобы летом можно было на полянке позагорать. Когда в 2006 году отдых в деревне только набирал обороты, в Беларуси было 34 усадьбы. Сейчас уже более 2000. Конкуренция высока. И те, кто нашел, чем привлечь гостя, сегодня работает, отмечают эксперты. В туристической сфере борьбу за клиентов ведут и здравницы. Владимир за последние полгода в Беларуси уже второй раз. Друзья из Смоленска посоветовали именно лечебницу под Витебском. Природа, отношения и расстояние. Ценность умеренная. В прошлом году попробовали, понравилось. Ну вот, решили повторить с вами. Ставка на медицинские услуги себя оправдала, рассказывает директор гостиничного комплекса. Три года назад предложили клиентам около 20 процедур. Теперь постоянно растет число отдыхающих. В этом году санаторий выиграл тендер правительства Москвы на оздоровление детей. С апреля по ноябрь примут почти тысячу человек. Кроме граждан России, которых традиционно было много, поехали на оздоровление и европейцы с отменой визового режима. Иностранцев здесь стало почти на 10 процентов больше. Люди действительно звонят и желают, чтобы совместить отдых именно даже с комплексом медицинских услуг. Также консультируются, интересуются, возможно ли. То есть, что для этого надо. Санатором курортной карты нужны, документы какие предоставить надо. То есть, все, постоянно звонки. И звонки у нас разного характера. То есть, ощущается приток туристов. Успешным прошедший год стал и для самого крупного туроператора области, который занимается организацией, в первую очередь, въездного туризма. Они организовали туры для 9 тысяч человек. Визовую либерализацию приветствуют. Приграничные территории Бреста и Гродно уже ощутили повышенный интерес гостей с запада. Витебская область традиционно интересна гостям с востока. Компании ждут подписания документа о взаимном признании виз между Белоруссией и Россией. Накануне было объявлено, что очередной раунд переговоров состоится в ближайшее время. А учитывая, что Витебск – это город приграничный, он находится на границе с Россией, безусловно, мы уже готовим определенные программы, туры, которые были бы интересны и сочетали бы посещение и крупных российских интересных экскурсионных объектов. Ну и, естественно, мы готовы представить Беларусь во всей красе. Этой зимой туроператор готовит большой промо-тур. Рекламировать Беларусь будут в 14 крупнейших городах России. А Витебск намерен принять рекордную туристическую группу. Заявка поступила из Китая. В мае в город едут 180 гостей из Поднебесной. Олег Шапель, Олег Гуренов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова